Что такое 10 на 10 для игроков Альбиона? Можно сказать общими словами, что это Endgame PvP Instance Content, но что если заглянуть глубже? Какова концепция этого вида контента? Для кого-то это проверка реакции и правильных нажатий кнопок. Для кого-то это оточенный до идеала тимплей между игроками, которые отдают с десяток скиллов одновременно в долю секунды. Для меня же 10 на 10 это современные шахматы в реал тайме, и у вас и у противника ровно по 70 кнопок, по 10 персонажей и при этом отсутствует как таковая система критов, промахов и разброса урона, то есть влияние рандома на исход боя сведено к минимуму. На каждый нажатый скилл вы можете отдать другой, чтобы защититься, и еще один сверху, чтобы наказать противника. Это битва одновременно реакции и умов, и на мой взгляд крайне недооцененный игроками контент из-за высокого порога вхождения и сложности подбора пати. Я надеюсь, что соединив усилия с опытными игроками и релами, мне удастся сделать этот порог хотя бы немного ниже для тех, кто рискует попробовать свои силы. Ссылки на экстримы и ютуб каналы будут в описании, вы всегда можете посмотреть как они играют вживую или в записи. Ну а для того, чтобы найти пати и заявить о себе в мире десяток, можете вступать в гильдию Chillout, которая как раз специализируется на хелгейт контенте и в данный момент как обучает новичков, так и ищет новых колеров. Ссылка на дискорд тоже будет в описании. Всем привет, с вами Дёрти Мак, и это гайд на самый веселый стиль игры в 10 на 10 хелгейты, а именно на милидайв, в народе известный как Унга Бунга. Прежде чем мы начнем, должен предупредить, все о чем я сейчас буду говорить актуально для сегодняшней меты. Когда что-то изменится, я постараюсь выкатить обзор новой меты или хотя бы записать текстом в закрепленном комментарии к этому видео. Также стоит понимать, что десятки это сложные гибкие PvP контент. Тактики здесь придумываются игроками против игроков и могут быть изменены буквально на лету. Цель этого гайда не показать вам имбуз, который вы будете четко действовать по определенному сценарию и всех нагибать, а скорее сформировать базовое понимание десяток в целом и игры на милидайве в частности. Это позволит каждой роли в рейде сосредоточиться на своих задачах и уменьшит количество событий, за которыми необходимо следить во время боя. Все ниже сказанное, лишь мое видение, взгляд с одной из множества сторон. Вы всегда можете придумать свой билд и свой стиль игры. Я расскажу как играем мы, только чтобы у вас было от чего оттолкнуться. И да, в этом видео будет много сленга и английских названий. Это осознанный выбор, так как десятки интернациональный контент и путь любого хгшера рано или поздно приведет в англоязычную пачку. В любом случае список слов я оставлю в закрепленном комментарии. Итак, в десятках, судя уже по названию, играет 10 игроков. Важно правильно распределить между ними роли, чтобы не проиграть еще на стадии формирования сетапа. На сегодняшний день метовый набор ролей следующий. Два танка. Один из них мейн танк, второй хэви месса. Одна аркана. Здесь бывают вариации. Некоторые берут две арканы и одного танка, некоторые пробуют вообще три танка. Два хила. Меньше брать нельзя, так как невозможно будет захилить тот урон, который сейчас прилетает. И больше не возьмешь, так как порезка хила сделает такой выбор недостаточно полезным для траты дополнительного слота. 5 дд. А вот состав тдшников будет зависеть от того, каким стилем вы собираетесь играть. Сейчас в мете два стиля игры в десятке, которые принято называть ваншотом и милидайвом. Они различаются как своим составом, так и тактикой. Ваншот обладает очень высоким одномоментным уроном, долгими кулдаунами и отличным кайт потенциалом. Урона ваншот сетапа хватит для того, чтобы шотнуть за прокаст любую цель, даже танка. Поэтому тактика ваншота всегда в том, чтобы дать прокаст и кайтить, пока не откатится следующий. Когда кайтить уже некуда, ваншот будет переставлять скиллы с кайта на урон и броулиться уже до конца. Милидайв же обладает средним одномоментным уроном, но зато короткими кулдаунами и огромным количеством ускорений для союзников, замедлений для противников, подкидываний и массового урона. Милидайв не может шотнуть тяжелую броню, поэтому тактика Милидайва – зацепить хотя бы кожу, а лучше ткань, и не дать противнику откайтить. В идеале зацепить ДД с минимальным количеством мобильности, но на деле, кто из кожи или ткани подставится под рейндж жуди ботинок, то вот зачастую трейн и впивается. И если у цели много сейвов, все равно она может умереть. Если в нее запрыгнет хил, то можно будет переключиться на него. Если у цели мало сейвов, еще лучше, у нее меньше шансов выжить. Таким образом, Милидайв играет через бесконечный броул в мид и бэклайне противника с резкой сменой цели на наиболее удобную в данный момент. Если говорить образно, ваншот можно сравнить с фехтованием. Для победы нужны идеально выверенные, точные движения. Нужно, чтобы все сработали как единый механизм для того, чтобы цель была шотнута, и после точного укола следует стратегически выверенное отступление. Милидайв? Ну, это скорее пьяная драка в баре, где по сути нет тактики, где всегда нужно действовать по обстоятельствам. В ход идет каждая кружка, скамья или даже стол. Исходя из того, что мы должны впиваться только в кожу или тряпку оппонента и не отпускать до победного конца, нам нужен специфичный набор дд. Но даже в большей степени, чем ваши билды, на винрейд повлияет понимание, что может сделать противник, чтобы не проиграть, и что может сделать ваша команда, чтобы выиграть. Учитывая, что состав группы после захода в хилгейт мы уже не поменяем, менять будем стратегию, в зависимости от стиля противника. Если мы играем против милидайва, то наша общая задача в файте – прожить дольше своего оппонента в броуле, и при этом дропнуть в него достаточно ауи урона, чтобы он начал либо нести потери, либо потерял свой прешир и начал кайтить. При этом важно не разделяться своими хилами и при необходимости саппортить им, не давая вражескому милитрейну их заживать, так как хилы очень уязвимы против милидайва. По сути, вы постоянно двигаетесь вместе, как паровоз, заезжая во врагов. Ддшники – это локомотив состава, они всегда впереди и готовы зацепить загулявшую тряпку. Арканы – посерединке, полностью саппортят хилам, которые бегают где-то в конце, большую часть времени подхиливая с максимальной дистанции. Ну и танк как проводник помогает и тем, и другим. И когда против вас такой же милитайв, они будут поступать точно так же. Милитрейн должен переключаться между таргетами в постоянно изменяющейся ситуации. Это сложно объяснить без множества частных примеров. Допустим, вы цепляете вражеского ДД, и у него нет мобильности, чтобы уйти, но вот в него запрыгивает хил. И тут вы понимаете, что ДД пропил банку, под него постелили руну, и какое-то время он может пожить. А вот хил уже отдал бег и оволонку ранее, и сейчас на кулдаунах. Понятное дело, вы резко свичните в хила. Конечно, это утрированная для примера ситуация, и в реальном бою различных условий, каких-то микромоментов, которые влияют на смену таргета, очень много, и они индивидуальны. Понимание, в кого свичнуть, будет становиться тем лучше, чем больше у вас будет практики и разобранных записей. Если мы играем против ваншота, важно пережить их прокаст и не дать откатить их ДД или хилам. Если вкратце, то тактику милитайва против ваншота можно объяснить в одном предложении. Видишь тряпку в радиусе джуди ботинок, прыгаешь и жуешь, пока противник не посыпется. Пока есть кожа или ткань в зоне досягаемости, вы не отцепляетесь от оппонента и продолжаете пушить, короткие кулдауны позволяют вам это делать. Задача саппортов против ваншота – не дать противнику провести удачный прокаст, пока милитрейн броулит. Но здесь очень важно понимать, когда вы уже потеряли инициативу и нужно снять прэшер. В целом правила такие. Когда понимаете, что единственные таргеты, которые вы можете цепануть – это тяжи, отступайте. Видите, что у противника на руках есть прокаст, а у вас нет сейвов – продолжайте прэшер только в случае, если точно убиваете кого-то до вражеского прокаста. Это большой риск и он должен быть оправдан. Особенно теряется смысл пушить в случае, когда ваншот уже добежал до челка и хорошо дропнул в него сейвы, то есть положил руну и джудик. Помните, что против ваншотов время всегда работает на вас. Когда подойдет лава, им придется броулить с вами. А броул – это сильная сторона миледайва. В нем вы сильнее любого ваншот сетапа и можете перевернуть файт в свою сторону. Поэтому, играя на миледайве, никогда не сдавайтесь, даже если размен идет не в вашу пользу. Когда лава уже не дает кайтить, наступает этап броула и правила игры становятся менее гибкими. Если играем против ваншота, хилы следят за вражеским мейн танком. Нужно, чтобы он был дальше радиуса стана. В зависимости от ситуации, оппонент может сыграть либо по хилам, либо отдать в хилов контроль и шотнуть дд. При любых раскладах хилам на броуле играть сложнее, чем до него и расстояние играет здесь важную роль. Если лава уже не позволяет держать дистанцию, следите за союзными рунами и джудиками. Это ваша последняя надежда. Против миледайва хилы максимально кайтят. Ваш милитрейн никак быстро не убьют. Но вот кто умрет действительно быстро, так это хилы если подставятся. Поэтому на броуле во всех случаях хэви мейса и аркана будут следить только за хилами и помогать им выжить. Майн танк либо следит за хилами, особенно если убили мейсу или аркану, либо помогает ддшникам убить их таргет. Здесь зависит от ситуации и от плейстайла. Фокусить желательно вражеских дд в тряпке. Это наиболее простая цель. Ведь теперь они не могут спрятаться в бэклайне. Но если под них отдает ешку холик или хорошо подставится кто-то в коже, ну вы поняли. Любой слабозащищенной цели, которая лезет под колеса вашего поезда, суждено погибнуть. Ваша задача дать этому свершиться. Теперь, когда мы знаем в чем состоит плейстайл, можно наконец поподробнее поговорить о ролях и о вариациях билдов. Я буду использовать систему рангов. Чем меньше звезд, тем проще эта роль. Чем больше звезд, тем роль более ответственна и требовательна к опыту игрока. Новичков лучше сажать на одну, две или три звезды. Сложные роли отдать более опытным игрокам. И помните, в гайде будут озвучены лишь основные задачи ролей, причем так, как их понимаю я. У разных колеров разное видение игры и у разных патчек разный плейстайл. Играя в десятки, всегда будьте готовы подстраиваться под тот стиль, которым играет ваша пати. Основная задача мейн танка – инициировать, ингейджить и колить. То есть мейн танк зачастую это тот, кто говорит 3-2-1, кидает контроль и дд жмут ботинки в того, у кого над головой горит поставленная им метка. Он контролирует макро игру и управляет рейдом, то есть меняет таргеты, колет когда можно пройти и когда нужно кайтить. Сложность роли состоит в том, что нужно хорошо понимать, что сейчас происходит на вашей шахматной доске, и чем больше шагов вы можете просчитать вперед, тем лучше. С вашего контроля, как правило, начинается энгейдж. Также ваш контроль поможет команде откаетить, когда это необходимо. Против ваншота мейн танк занимает фронтлайн, растакана с хеви мейсой или второй арканой. Если вражеский терн будет первым, у вас есть гейзер на подсейв любой цели на фронт или мидлайне, а вас убить сложно, учитывая огромное количество эффективных хп на мейн танке. Противнику придется либо очень хорошо закиднапить вас, либо законтролить половину рейда, чтобы шотнуть, что происходит не часто против саппортов, которые держат свои глаза открытыми в бою. Против милидайва мейн танку нужно следить и за тем, что делает ваш милитрейн, и за тем, что делают ваши хилы. Основная задача танка – не дать вражескому милидайву заехать к вам в бэклайн и устроить там грязь. Но если арканы с мейсой справляются, вы можете принести много пользы своему милитрейну, вовремя законтролив их таргет или вражеских саппортов. Понимание, когда играть от дефа, а когда агрессивно, придет с опытом, гайдами этому научить сложно. Пока понимания нет, то против милидайва стабильнее будет играть от дефа хилов. На эту роль берут большой молот, форш хаммера, либо одноручную булаву. Билды можете посмотреть на экране. На броуле танк или помогает хилам, особенно если сдохла ваша аркана или хэви мейса, или сидит вместе с миликами на их таргете. Основная задача хэви мейсы – останавливать урон противника. Эта роль очень гибкая в выборе своей стратегии. Потенциально вы можете как остановить урон, так и снять деф из противника перед прокастом своих миликов. Как засейвить руной, так и с помощью нее же помочь пройти через разон. Мейса может одновременно помогать и в нападении, и в защите, но рассмотреть в гайде все возможные варианты вряд ли получится. На это уйдет слишком много времени. В любом случае, есть некоторые базовые стратегии, отталкиваться будем от них. Но помните, что плейстайл мейсы разнообразен, и не бойтесь искать и пробовать, что можете сделать помимо основной задачи. Если вы играете против ваншота, то занимайте фронтлайн, но не в застаке с мейн танком. Если противник сыграет по вам, то вас засейвит мейн танк, ваша руна, скилл на броне, хилы или аркана. Если же сыграет по кому-то другому, вы можете остановить вражеских дд просто одной ешкой. Помимо этого у вас есть боб или стан на голове, джуди ботинки, руна, сайленс на кушке в конце концов. Но самый действенный и стабильный способ остановить вражеский прокаст – это ешка. Против боба и джуди ботинок могут нажать шлем рыцаря или руну. Если вы сами постелите руну, противник может резко сменить таргет. Но чтобы вы не остановили прокаст ешкой, вас нужно контролить перед прокастом. А если контроль потратили на вас, значит не в контроле окажутся арканы, мейн танк или хилы. Если вас законтролили и у вас осталась руна, ее можно отдать, чтобы пройти вражеский раззон. Например, стенку фаера или мантии чистоты. Против милидайва помните, что вас убить первым они никак не смогут, но вот ваши тряпки всегда в большой опасности. Чаще всего ваша основная задача и приоритет – обеспечить выживаемость хилам. Но если видите, что вам заживало ддшку, можно помочь выжить и ему. А помочь вам определенно есть чем. Когда вражеский милитренд проламывается в ваш мид или тем более бэклайн, у вас есть шапка, чтобы либо застанить, либо откинуть хотя бы 1-2 дд и дать немного времени для стабилизации. Важное значение имеет то, в каком направлении вы толкаете. Оппонент должен отлететь в сторону, противоположную вашему бэклайну. Если вы закинете пару вражеских ддшников в своих же хилов, то вам спасибо не скажут. Ешкой можно, например, спуржить шлем рыцаря перед бопом, снять бафы демон фангов, спуржить щитки ауткиперов – вариантов тут много. Ботинки вершителя тоже могут остановить несколько вражеских дд и запороть им прокаст. Что-то из этого перечня можно оставить на атаку. Например, если у вас остались джуди ботинки, можно отдать во вражеских хилов, когда ваши дд начали у кого-то жевать. Или опять же спуржить ешкой щиты ауткиперов. Как я уже говорил, это очень гибкая роль, вариантов тут действительно много и на хэви мейсе почти всегда нужно действовать по ситуации. Поначалу самый простой и стабильный вариант против мэлидаева – помогать хилам. Искать возможности помочь в атаке только если им ничего не угрожает. Ну и на броуле хэви мейса помогает только своим хилам. Аркана – это самая сложная, важная и гибкая роль в десятках. Плейстайл Аркана может кардинально меняться от игрока к игроку, от пати к пати, но опять же, попробуй предложить некую базовую стратегию. На эту роль берется Авалонская Аркана. Зачастую мэлидайвы берут даже две, вместо хэви мейсы либо танка. Против ваншотов основная задача Арканы – постелить руну под вражеский прокаст. И если Аркана успеет помимо руны закинуть ешку, то вообще замечательно. Если вас законтролили и на прокаст руну поставить не удалось, ее можно использовать для того, чтобы пройти стенки фаера и рыцарку. А ешкой помочь своему милитрейну убить их цель. Помните, что ваншот может либо сыграть вас, либо законтролить, поэтому не стакайтесь с другими. А в случае, когда играете в одну Аркану, не лезьте вперед танков, когда у противников есть на руках прокаст. Это наиболее опасные ошибки на Аркане. Против милитайва на вэшку можно взять клинз. Большинство милитайвов используют аваркану, кучу станов и замедлений. Основная задача – клинзить аваркану, которую в народе называют тарелкой, и уже этим помогать ддшникам дамажить. Вообще, клинз аварканы – приоритет практически в любой ситуации против любого противника, и против милитайва, и против ваншота. Одна не склинженная тарелка практически снимает весь ваш прэшер, так как очень сильно снижает урон и скорость передвижения. Если тарелки у оппонента нет, то клинзить можно руты, стан, приоритет тут на хилах и на отставших тряпках или коже. Причина, почему берут именно аваркану – это возможность дать минус хил, чтобы противник не отхилился после прокаста, и замедление, чтобы он не смог откайтить. Зачастую милитайв играет даже в две арканы, и они дают тарелки по кд, быстро выбивая из противника капюшоны наемника. Когда им нужно будет кайтить, то ешки у аркан уже откатываются, и можно усложнить противнику отступление. Основная задача аркан на броуле – помогать своим хилам. В милитайве есть два хилбилда. Холли плюс холли – это попроще, больше подходит для новичковой пачки. Холли плюс друид – сложнее, но можно дольше бегать за противником и на лаве вы крайне живучи. Против ваншота основная задача холли – нажать ешку плюс вешку во время вражеского прокаста. Поэтому важно держать позицию и иметь хорошую реакцию. Если позиция будет слишком близкая к фронтлайну, могут сыграть вас или законтролить. Если слишком далекая, можете не достать ешкой и не реализовать вешку. Если прыгнете рано, то умрете. Если поздно, то умрет цель. У вас всего лишь одна задача, и ваша стратегия одна из самых простых и негибких. Но ее важно выполнить правильно, иначе вы кого-то потеряете. Если против вас бадрок ваншот, он будет откидывать хилов перед прокастом. Не стакайтесь с другим хилом и с саппортами. И как только видите, что вражеские дд начинают залетать – жмите оволонку. Когда у вас два холлика, то если один опоздает или будет в контроле, еще есть шанс исправить ситуацию второго. В связке с друидом ситуация другая. Друид не способен засейвить от вражеского прокаста. Поэтому его главная задача – это нажать раздувку и залететь на ешке после того, как холлик сделает свою работу. Поэтому с друидом второго шанса у холлика нет. Но зато на лаве друид дает огромное преимущество. Даже если холлик погибнет, то на броули друид способен держать всю пачку. Против ваншота основная задача друида – хилить после прокаста. Не до, не во время, а после. Вы ничего не сделаете, если холлик или саппорты не успели спасти цель от ваншота. Но вот спровоцировать по себе прокаст вполне способны. Причем друид нормальный прокаст ваншота часто не переживает. Против милидаева хилы ботинки переставляют на бег и стоят максимально далеко в бэклайне. При базовой стратегии вы никогда не жмете ешку для хила, только для кайта, потому что для милитрейна хил – самая простая и желанная цель. Как только вы запрыгнете похилить с ешки, они свечнут вас. Если вы понимаете, как работает вражеский милидаев и видите, что он отработал основной прокаст не по вам, можете аккуратно запрыгнуть ешкой и сразу отойти назад под ботинками с защитой своей волонки или союзных сейвов. Но это все равно будет очень опасно. При любых раскладах против милидаева вэшку и особенно ешку, если вы решились отдать ее на отхил, нужно закидывать в свой джудик. Коммуницируйте с вашими саппортами, чтобы знать когда будет джудик или просите поставить его под ваш отхил. На броуле задача хилов – выжить. Вы одна из приоритетных целей для противника. Второй целью будет наименее защищенный ддшник. Не давайте танку ваншот сетапа вас застанет, держитесь дальше радиуса его скиллов, пока лава позволяет делать это. Если против вас милидаев, то максимально кайдите, они почти наверняка будут играть вас. Всегда говорите со своими саппортами, чтобы знать когда они поставят вам джудик или руну и чтобы они знали, когда вы отдали свои сейвы. Играя в милидаеве, дд должны разговаривать. Озвучивать кулдауны, порезки, таргеты, когда кто-то нажал банку, когда противника дал ключевые сейвы. Чем полнее и качественнее будет коммуникация между дд, тем больше шансов на победу. Основная роль ава топора – порезать подкол. Основная сложность билда – хорошо нажимать латную королевку, так как это главный и единственный монореген милитрейна. Нужно жать по кд, но не быть супурженным или откинутым, т.е. не подходить к вражеской аркане и тяжелой мейсе. Два слота забирают милики энгейджеры. Они – основа вашего милитрейна. Энгейджер может исполнять роль мейнколлера или семиколлера. И его задача проста – когда противник делает свой терн, энгейджер уже сидит на хиле и бьет его колотушкой. Ну или в худшем случае, когда хила не достать, он цепляется к вражеской коже. Билды могут быть разными, вот вам несколько для примера. На этой роли нужно быть осторожными. Хоть вы и в коже, а не в ткани, все равно являетесь довольно простой целью и для ваншота, и для милидайва. Но одновременно с этим нужно быть решительным, так как если вы будете играть слишком сайвово, вы не сможете зацепить ни хила, ни даже кожу. По факту, на энгейджере нет большой необходимости ждать, когда противник нажмет свои кнопки, особенно когда против вас ваншот. Вражеский дд подошел на радиус джуди ботинок – можно уже влетать, если повезет, вы еще и остановите вражеский энгейдж. Дд не сможет вас шотнуть, если он будет в подкиде, пока ваш трейн отгрызает ему лицо. Последние два слота остаются для основных дпсов. Билдов тут тоже может быть много, на экране некоторые из них. В милидайве длинный лук и фаер будут играть как милики, то есть они бегут почти в общем трейне и давят вражеский мид или бэклайн. Если вы не на молотках, вы самая простая и желанная цель и для шотов и для милидайва, но при этом обладаете самым большим дпсом в рейде. Когда ваш энгейджер инициирует, вы должны быть рядом и залить тех, кто попался под прокаст. При этом нужно помнить, что вы довольно тонкая цель и не подставляться под основной прокаст, не пропив банку. Позиционка в 10 на 10 одна из самых важных и сложных вещей. Например, если дд теряет свою позицию, его придется спасать хилам, который тоже теряет из этого свою позицию. Хилов придется сейвить саппортом. И в итоге вы полностью перестаете контролировать ситуацию, а в худшем случае проигрываете файт. Понятное дело, что позиционка это очень гибкая вещь и сильно зависит от обстоятельств. Но все же есть некоторая база, некоторая логика, от которой все строится. Состав вашей и вражеской групп, дальность скиллов и ландшафт карты. Это и есть та самая логика. В вашем сетапе есть несколько ролей, которые могут засейвить руной. Есть несколько джудиков, два хила, есть тяжелая булава. Это те кнопки, которые вы должны нажать, чтобы защититься от вражеского прокаста. Если против вас ваншот, то когда они запрыгнут в любой таргет вашей пачки, у вас должна остаться не в контроле хотя бы пара ролей, у которых будут сейв кнопки в ответ. Например, если прокаст ваншота пойдет в хэви мейсу, под нее постелит руну аркана, танка даст контроль во вражеских дд, холик запрыгнет после начала прокаста. Что захочет сделать противник, чтобы их цель не засейвили? Ну, например, одноручный аркана даст сало съежки в танка, чтобы он не подсейвил. А вражеский танк постарается отдать стан вместе с мейсой еще и в аркану, и кинуть гейзер, чтобы законтролить запрыгнувшего холика. А могут вообще обмануть и неожиданно сыграть в этого самого холика, если он подошел слишком близко. Поэтому вам нужно стоять таким образом, чтобы все роли с сейвами были не застаканными, чтобы не попасть в один массовый контроль, но при этом стояли достаточно близко друг к другу, чтобы доставать своими сейвами. Упрощенно, ваша идеальная позиция – это ромб. Независимо от того, какую расстановку вы выбираете, на каждую цель должно быть как минимум двое персонажей, способные ее засейвить. При этом, в зависимости от сетапа противника, ваши роли обладают разной степенью выживаемости. Если более тонкая роль выйдет вперед перед вражеским прокастом, в нее могут спокойно сыграть. Это огромный риск, так как ту же ткань может не спасти даже руны с джудиком, если их не поставили непосредственно перед прокастом. Поэтому, в большинстве ситуаций, если тряпки или кожа критически важно пройти вперед, когда у противника есть прокаст, они либо пьют банку, либо проходят только под джудик или руну. Если вы играете против милидайва, то хилы – самая тонкая и приоритетная цель. В этом случае хилы всегда стоят сзади. Как я уже говорил, запрыгнуть ешкой под прокаст, не имея на руках овалонки или банки – это практически гарантированная смерть, если оппонент правильно воспользуется вашей ошибкой. В то же время для танков и дд угроз намного меньше. Они спокойно броулят, но танки и органы должны всегда следить за своими хилами и помогать им кайтить. Среди дд наиболее уязвимым будет тряпка или кожа с меньшим количеством сейвов и мобильности. Подобная логика построения позиционки против милидайва будет сохраняться на протяжении всего файта. Даже если вы удачно разменялись и противник не досчитывается нескольких ролей, он все равно представляет опасность для ваших тряпок. Против ваншота ситуация другая. Если на перчатках у них шипастые, тонкой целью являются ваши тяжи. Оппонент может кого-то закиднапить или шотнуть прямо с вашего фронта, если хорошо законтролят. Причем учитывая специфику ваншота, времени на сейвы у вас практически не будет. Есть разные варианты расстановки в такой ситуации, на экране один из них. Хилы могут стоять здесь чуть ближе, чем против милидайва, в середине ромба встает аркана, впереди растакно стоят мейн танк с мейсой или со второй арканой, смотря какой у вас сетап. Расстояние между точками примерно радиус ешки холика. ДД во всех случаях можно ставить по краям мидлайна, по двое с каждой стороны. Если начнут раскаст мейн танка, хэви мейса запрыгнет во вражеских дд, если в мейсу, подсейвит танк. Аркане важно успеть среагировать в обоих случаях. Идеально, если вражеский энгейдж просто остановит ваши энгейджеры и не отпустит их на вторую попытку. Если у противников авалонские перчатки, шот над тяжем сложнее, зато легче убить хила. Хилы должны стоять чуть дальше от фронтлайна и быть чуть ближе друг к другу, чтобы если что успеть запрыгнуть ешкой. Главное, ни хилы, ни танки, ни арканы не должны застакаться друг с другом. Против ваншота важно сохранять позицию до их прокаста, после него она становится неважна. Как только они отдали прокаст, все ломятся вперед и стараются не дать ваншоту откайтить. Скорее всего ваншот будет пытаться убегать от вас через чоки, кидать туда вязкие настойки, зонечистотками, стенками ветра и, когда настанет удачный момент, с разворота кого-то шотать. Таким образом, против ваншота ваш плейстайл будет меняться в зависимости от того, какая выпала карта. Рассмотрим каждую из них. Начнем с The Pit. Противник пойдет или с этой точки на V, или с этой на E. Точка встречи у вас будет ниже центра карты, на возвышенности на S, как показано на экране. Если вы заняли эту позицию, то стоите и ждете, когда можно будет зацепить вражеские тряпки. Если противник пришел с V, то после прокаста скорее всего будет кайтить по такой траектории. Самая удачная точка, чтобы поймать тряпки для вас здесь. В этом чоке вас будет заливать, дальше лучше не идти. Поэтому, если понимаете, что вы уже никого не убьете, на эту лестницу лучше не идти и отступить обратно на первоначальную позицию. Если противник пришел с E, то скорее всего их кайт пас будет таким. Опять же, если никого не поймали до этой лестницы, дальше не идем, это опасный для вас чок. Боньярд. Противник придет или с этой точки на SE, либо зеркально на VN. Ваша позиция здесь центр. Если противник занял центр первым, вы можете встать вот здесь и просто ждать лавы. Ваншоту придется идти к вам, иначе у них будет мало попыток разменяться до броула. А это для них крайне невыгодно, так как милидайв на лаве намного сильнее. После того, как они пошли на вас, можете развернуться и просто занять центр, если не хотите давать им лишние попытки вас убить. Итак, центр ваш. Есть 4 варианта, откуда вас будут атаковать. И отступать всегда нужно в противоположном направлении. Если вас атакуют с N, отходите щиток на S. Как только видите, что вражеские тряпки зашли в чок на N, энгейджите. Удалось заживать, продолжаете пушить. Не удалось, отходите на центр. И так с любой стороны. Отходим в противоположную сторону. Как только тряпки зашли в чок, энгейджим. В этот чок легко положить руну и джудик, из-за чего им будет сложнее провести удачный терн. Цитадель. Стиль игры будет похожий на предыдущую карту. Занимаем центр. Противник может атаковать с 4 позиций. Смещаемся чуть назад в противоположном направлении. И пытаемся принять вражеские тряпки в чоке. Если зацепили и заживали, то пушим дальше. Если понимаем, что заживать не удалось, встаем опять на центр. Есть нюанс. Даже если удалось заживать, лучше не идти вот за эти точки. Это создать слишком удобную позицию для ваншота. Если противник смог дожить и догадить до этих точек, лучше его отпустить и вернуться на центр. То есть можно нарисовать две условных линии. Если вы не заживали, остаетесь на центре и не заходите за эту линию. Если заживали, можете пушить, но через эту линию не переходите. Корт-ярд. На этой карте вам нужно занять такую позицию. Если противник занял ее первым, можно встать здесь и ждать. Ваншот может попытаться закиднапить кого-то, поэтому стоим не дальше этой черты и используем колонну, чтобы за ней укрыться. Когда противник решит пойти к вам, первым пройдут танки, вы можете отойти чуть-чуть на ВН. Но как только вражеские тряпки зайдут в эту точку, можно в них энгейджить. Поймать их в этом чоке, это крайне удачный вариант для миледайва, так как туда легко положить руну с джудиком. Не поймали до этого чока, отходим на исходную. Если поймали, то можно пушить, но только до этой лестницы. Дальше идти слишком опасно. Ваншот обычно занимает вот эту позицию и будет кайтить либо сюда, либо сюда. За ними подниматься нельзя. Ваша удачная позиция на ВС, занимаем ее и ждем. Когда ваншот спустится за вами, прыгаем на тряпки, их нужно убить до этой точки. Если не поймали, то отходим назад. Если поймали, то можно пушить до этой лестницы. Дальше лучше не идти. Ваншот может пропустить через лестницу танков и шотнуть вам хилов. Плейнс. Противник придет или с точки на В, или с точки на Е. Ваша позиция здесь. Ваншот может кайтить по-разному. Возьмем наиболее популярный маршрут. На Е стороне они будут кайтить так. На В стороне вокруг этих двух скал. Если они идут по Е стороне, на этой точке они будут разворачиваться и клапать. Так как отсюда у вас очень плохой обзор. Если они пошли по В стороне и вы никого не заживали до этого чока, возвращайтесь на центр. Если заживали, можно пушить вплоть до этого чока. Дальше лучше не идти, это хорошая точка для клапа. Траверс. Самая идеальная карта для Меледаева. Стоим на центре, за лестницей на В и на Е не идем. На этом все, переходим к следующей. Трибунал. Здесь стоим на центре. Ваншоты обычно заходят или с В, или с Е. Пропускаем внутрь. Когда тряпки заходят в этот чок, энгейджем. Если цепанули, можно пушить, но не идем дальше этих точек. Из-за того, что там плохой обзор и у ваншота как раз откатится прокаст примерно на этом месте. 4-бридж. Занимаем позицию на S. Ваншот будет либо заманивать в узкое, либо клапать с центра. Если они идут в узкое, пытаемся поймать тряпки до этого чока. Если зацепили, то идем до второго чока, но не дальше. Если они идут через центр, пытаемся поймать под лестницей. Если поймали, то пушим до этой лестницы. Дальше не идем. За хил. Стратегия проста. Для начала занимаем центр. Если ваншот занял его первым, то стоим на S и ждем. Главное не подходить к бортам, так как через них вас могут шотнуть. Когда ваншот выйдет к вам, вы можете дать им возможность затернуть внизу. Там открытое место и вам будет легко растакаться перед вражеским прокастом. А можете сыграть сейвово, развернуться и просто забежать на центр. После того как центр ваш, держим у водолавы, за эти чоки лучше не идти. Они очень удобны для ваншотов. На этом карты закончились. Но далеко не закончились возможные варианты кайта. Всегда отслеживайте, когда разбираете файт. Как кайтил противник. В каких точках он пытался вас клапнуть. И делайте выводы на будущее. Думаю, что в заключении не будет лишним сказать пару слов о разборе записей боев. Увидеть свои ошибки на разборе – это самый базовый уровень. Без него никуда, но это только начало. Последить за тем, что делают тиммейты – это тоже, безусловно, важно. Но чаще относится к разбору ошибок. Самое важное, за чем нужно следить на милидайве – это действия противника. Вы должны продумывать, какую тактику вы бы могли применить против него в данном моменте. Не стоит спешить. Видео вы всегда можете поставить на паузу. Проиграть сколько угодно раз и внимательно проследить за каждым игроком в поле зрения. Чем полнее вы будете воспринимать картину боя в записи, тем проще будет потом ориентироваться в самом Хиллгейте. Так как с каждым таким разбором вы будете учиться понимать, что сейчас происходит, быстрее и точнее. Особенной болью в СНГ-сегменте при разборе видосов является сложность с восприятием собственных ошибок. Я часто видел ситуации, когда люди либо начинали менять на ходу билды, либо вообще расходились, хотя на самом деле просто неправильно нажимали кнопки или занимали плохую позиционку, но не могли признать этого. Помните, что если вам указывать на ошибку, это не нападка на вас лично и не обвинение, а просто стандартный разбор, констатация факта. Это неизбежный этап в современных красных десятках, так как это уже эндгейм контент, уровень игры здесь высокий и на кону ваше время и сеты. Разберу для вас парочку видео для примера. Начинается файт, у нас тут карта форбридж, так что команда сразу бежит занимать центр. Видим чекан, значит против нас ваншот, так как в миллитайв чекан никто не берет. Перчатки выходят на фронтлайн, по основной стратегии так делать нельзя, но этим мувом Эрбеллы байтит противника на прокаст. Союзные Холик и Мейса стоят на позиции. Противник клюнул на байт и не просто дает прокаст в перчатки, но даже вражеская Мейса прыгает в саппортов, чтобы закрыть их перед прокастом. Это своеобразный алын от ваншотов, так как если они не шотнут, то остановить урон миллитрейна будет сложнее без хэви Мейсы. Мы видим, что шарик Холика уже летит и сбить руну ему не удалось. При этом союзный танк жмет во вражеских дд ешку, чтобы остановить их прокаст. На этом кадре мы видим, что вражеская хэви Мейса жмет ешку, но на Холика сало не легло, он уже нажал ешку и сдоджил контроль. При этом ваншоты отдает еще ешку арканы, оставляя себе еще меньше ресурсов на кайт. Благодаря руне и реакции Холика, перчатки выживают и пора переходить в наступление. Но зацепить тряпки не удается, благодаря хорошо брошенной вязкой на стойке и спурженном шлеме рыцаря перед стенкой ветра. До первого чока никого не зацепили, значит пора возвращаться на исходную. Ваншот откатился и готов сделать еще один терн, но на этот раз вражеским тряпкам придется пройти через чок, где их проще законтролить мейн танку. Прокаст остановлен и теперь у них долгие кулдауны, а также нет стенки ветра и буржи, чтобы задержать милитрейн. Начинается давка. Но им удалось дожить до второго чока, так что придется отступать. Ваншот решает сыграть через китнап мейн танка и вражеская мейса уже идет контролить саппортов. Но мейн танк слишком толстая цель, чтобы шотнуть его без яда, достаточно было вэшки и ешки Холика, чтобы не умереть. На этот раз потери противника были куда серьезнее, чем в предыдущей попытке и ударить на развороте или даже задержать милитрейн они больше не в состоянии, так что команда под руну проходит второй чок. И заканчивает этим файт. Следующей картой будет The Plains И вторжение происходит в удачный момент, когда команда как раз была практически на центре Центр занят, оппонент заспавнился на В, так что будет играть от этого направления Опять же, видим чекан, значит будет ваншот, милидайв с чеканом не играет Ваншот ждет, что для него невыгодно По сути, можно было просто стоять и тянуть время, но Арбеллы решают затернуть первыми Обратите внимание, противник отдал руну, стенку фаера и рыцарку на фейк-енгейдж Теперь у милидайва есть преимущество по кулдаунам Руна и джудик уже лежат в чоке, прокаст противники уже отдали, так что можно проходить Ближайший потенциально опасный для милидайва чок еще очень далеко, а ваншоты уже понесли потери Но ваншоту не удается разорвать дистанцию до этого опасного Чока и они теряют холика В этом бою милидайв не отпустил противника и не дал возможности сделать ни одного терна, так что переходим к следующему файту Торжение застает команду далеко от центра и занять его не удается, так что они встают на эс, ждут и пытаются понять, что за сетап у противника В виде маракасы, это значит, что под конец я припас вам милидайв Принято решение зайти на центр, чок опасный, так что придется потратить джудик Противник отдает джудик с руной на проход, пропускает всех на центр и резко ингейджет бэклайн На этом кадре мы видим, что под энгейдж попал союзный холик Аркане и хэви мейсе нужно отдавать сейвы, иначе он не выживает Как видите, милитрейну не особо нужна помощь арканы и тяжелой мейсы, чтобы убить Оппонент лишается холика Майн танка дает гейзер, чтобы помочь своему хилу Если союзный аркана и мейса бегают и только саппортят своему холли, то вражеские саппорты играют в агрессию Из-за этого мы можем наблюдать на этом кадре вражеского холли, который стоит один в чистом поле И его тут же берут в оборот Второй вражеский холик мертв, но у команды все равно проблемы Вражеский милитрейн свичнул во второго холли, Франческа и мейн танк далеко, так что у него большие проблемы Франческа дает ботинки и ешку вперед Мейн танк меняет тактику с агрессией на деф и станет вражеский милитрейн, давая своему холли шансы на выживание Но они все равно дожимают Впрочем, у оппонента больше нет хилов, так что этот размен уже ничего не решает И файт заканчивается победой Если вы досмотрели до этого момента, значит десятки вам явно не безразличны А если вы еще и не играли в них раньше, но теперь решили попробовать То цель этого гайда достигнута Даже если в комьюнити десяток станет на одну команду больше, значит я проделал всю работу не зря В заключение пожелаю вам удачи на вашем пути Не стесняйтесь пробовать новые тактики, не бойтесь умирать и будьте общительны Ну а с вами, как всегда, был DirtyMag Спасибо за внимание и хороших вам боев